Девушки отдыхают... Начался четвертый игровой день. Рад еще раз всех приветствовать. Уже внутри доты команда Вичи Гейминг против коллектива МВП Феникс. Ну и давайте сразу разбираться по пикам и банам обоих коллективов. Команда МВП Феникс забирается без передбрейкера, дазла и квинов. Со стороны команды Вичи Гейминг в пик уже уходит Лина и Клокверк. Ну и баны абсолютно стандартные. Баунти Хантер, Висп, что удивительно. Висп, хотя что... В смысле это конечно же ирония. Ничего тут удивительного. МВП Феникс всю Азию раскатывают на Виспе и Бристлбеке. Всю вообще. От начала до конца. И в Испании банить против МВП Феникс это отлетать на 12 место автоматически. Даже если ты сейчас борешься за 6 с 8 переходя. Команда Вичи Гейминг забанила в свою очередь Лешрака. Забанила Гирокоптера. В бане также отлетает Шейкер и Бладсекер. Ну и Ланая также в баню от Вичи Гейминг и Фантом Лансер. В принципе по пикам МВП Феникс очень так... Неповерхностно, а Глубаковичи Гейминг прошли и забанили тех героев, на которых корейцы отыгрывают чаще всего. Поэтому неудивительно. Ну и команда МВП Феникс забирает Квапу третьим пиком, а команда Вичи Гейминг забирает себе Кристал Мейден. Тоже неплохо. У Квапа, конечно, третьим пиком удивительно. Обычно она первым залетает, но максимум вторым, а тут на тебе. Аж до третьего ждали. Ну и ЦМка от Вичи Гейминг тоже достаточно бодренький пик, как мне кажется. И что теперь есть у Вичи Гейминг? Есть сложная линия. Это Клокверк. Есть Лина, которая, мне кажется, пойдет на мидлейн от Супера. Ну и ЦМка, естественно, саппортится. Со стороны команды МВП Феникс сложная линия тоже присутствует. Тоже есть мид и тоже есть один саппорт. МВП Феникс должны еще себе забрать Керри и еще одного саппорта. Ну вот Вич Доктор появляется. Дазл и Вич Доктор. Вечные друганы. Вообще комба, которая на ура заходила одно время, сейчас пореже. А тут на тебе, два фиолетовых красавца встретились. Так. Коротко по статьям. Випи Феникс на турнире играют 25-25-50. Это их КДА. Прямо-таки ровно. Все кратно 25. Молодцы. Убивает 662 Крипа за игру. ГПМ 1970. Это хорошо. Очень даже и 1969 XP. Ну и часто пикабельные герои. Это Спирит Брейкер, Вич Доктор, Баунти Хантер, Висп, Шейкер, Гирокоптер. Ну и Бристл Бэк тоже, наверное, туда стоит вставить его. Не так много их найти, но в целом эта команда прям Брист плюс Висп. Это обязательно их комбинация. Луну отправляют в баню в это время. МВП. А Вич Гейминг забирают себе Рубика. Ну и Вич Гейминг 27-26-54. КДА у них 918 крипов на фоне 660 от MVP Феникс. Это внушительно. ГПМ такой же, на уровне. 1-9-8-1. XPM 1-9-6-5. 5 секунд remaining. И Хао лучший считается в составе команды ВГ на стадии плей-офф. Ну, по показателям неудивительно на самом деле. Ну что, команда MVP Феникс должна одного керри еще забрать себе. Одного. Она вообще, в принципе, должна одного керри забрать на игру. Но остался напоследок данный амплуа. Эмбер Спирит отлетает в баню от Вич Гейминг. Ну и антимаг никуда не девался. Будут же брать его. Почему бы и нет? Под Вич Доктора, под Дазла. Наверное, адекватно было бы. Crystal Maiden Clockwerk. Может быть, Слардар, кстати, появится по данному пику. Нет ПЛа в пике. Нет Луны. Ну, кто-то антимага же должен забрать. Не может же игра без него пройти. Сларк. Вот такие дела. Ну тут, блин, MVP Феникс просто по классике по своей. Серьезно говорю, это 3-4 месяца назад. Я на MVP Феникс полжизни потратил. И Сларки, Бристы, Виспы вообще у них заходили налегки абсолютно. Ну и если я не ошибаюсь, чуть ли не первый пик Сларк. Ну, на моей памяти в этом интернешнале это первый пик Сларка. Из тех матчей, которые мы брали, которые я комментировал. Сларка я еще не видел. Ну, теперь вот он в пике команды MVP Феникс. Ну и Вич и Гейминг. Антимаг не антимаг. Антимаг не антимаг, антимаг. В принципе, контроль есть. ЦМка плюс Рубик плюс Клокверк. Поэтому держать можно. Драться тоже можно. Лина, опять же, станов много. Антимагу нарезать времени предостаточно. Ну и минимум времени у ВГ. А что думать-то? Морфлинг! Вот только вчера на балконе с другом обсуждали, что Морфа не брали на этом турнире для керри-героев. Говорили просто о... Кого мы обсуждали? По-моему, секретов, играющих против Ехомов. И все это в концепции того, что какого черта против китайцев, играя, выводить игру в лейт? Они фармят по 600 крипов, я не знаю, за игру. Это керри-героя. Как можно вообще позволять себе выходить в лейт? Они же берут тех, кто в лейте просто отрывает лицо. Лицо отрывает с корнем. И Морфлинг, в частности, вспомнился в прошлых лет. Ну и вот, пожалуйста, Морфлинг от Вичи Гейминг. На удивление, от команды MVP Phoenix, от Сларк на Кио, сразу же берут Хао. Я вам больше того скажу, Кио, мидлейн-герой на самом деле, в составе команды MVP Phoenix. И Кио забирает себе Сларка. Акфенни берет себе Квапу. Квапа уже закупилась, по-моему, совсем не на мид. Может, Сларк вообще пойдет на мидлейн? Против Лины стоять. Супер забирает себе Лину. Фенрир будет играть на Crystal Maiden. Так, Фенрир на CM. Керрубик от FY. Это прям, я считаю, один из лучших игроков команды Вичи Гейминг. Правда, саппорт просто феноменально крутой. Флай. Прям со всех сторон ненормальный чувак. Сложная линия. Это Ice Ice Ice. И Хао будет фармить на Морфлинге. Корона. Корона и никаких имморталов. Вот так вот. Никаких имморталов без них. Пока что. Вич Доктор. От команды MVP. Это Nuts. Кио будет играть на Сларке. Феби. Это Дазл. Марш, скорее всего, на Спирит Брейкере. Так и есть. И Кио будет на Сларке. И Кфени будет играть на Queen of Pain. Пока что не встречаются команды. Противостояние достаточно интересное. Решается, кто выйдет на команду LGD. Кто завтра будет уже в топ-4. Кто сегодня уже будет в топ-4, а не завтра. Ну а дальше будем решать, кто в топ-4 будет. Virtus.pro или команда Secret. Ой, топ-6. Точнее, топ-6. Без файтов до выхода крипов. Что слегка удивительно. Айс-Айс-Айс в соло отправляется на Клокерке. На сложную линию. Ох, как ты хитро с крипами обошелся. Разбил тут один Ког, но крипы плевать хотели, не ушли в лес. В любом случае, поближе будет к Айс-Айс-Айсу. Лине не придется аж далековато идти туда под тавр, под чужой. Ну и опять же, ганг как таковой на него практически невозможен на данном местоположении. Мидлейн Кио от Сларка. Как и предполагалось. Сларк против Лины на миде. Кио надо вести себя очень агрессивно, иначе ты просто будешь постоянно получать. На легкой линию от команды Вичи Гейминг. Фай на Рубике. И фармит здесь Хао на Морфлинге. Стоят против Марша. Марш пока 2 на 0. У Морфлинга 3 на 2. Ну, такой себе пассивный показатель. Морф не врывался на Марша. Можно, кстати, попробовать. Хотя, куда тут врываться? Тут перекачка есть у Хао. И нет ни адаптив страйка, ни вейфор. Кио терпит. Ну, с другой стороны, и супер. Неплохо получает от крипов. 7 на 3 супер. Кио 4 на 0. Дазл пришел к нему. Кио выпрыгивает прямо из-под лайтстрайкера. А каким образом у Сларка эти дряни-то тоже? Странно. Аксовский питомец у Мусларка. Не будет ли палевно, когда в инвиз будет уходить Кио, и рядом броненосец будет проходить? Или в инвиз вместе со Сларком уходит герой? Не герой, а питомец. Скорее всего. Потому что это было бы, мягко говоря, нелепо. Вообще, этот питомец, мягко говоря, палево. Потому что... Ну вот он раз, и он спустился вниз. Вижена может и не быть, а питомец здесь раз и пробегает. Понятно, что кто-то здесь рядом есть. Странно вообще, почему команды берут этих ребят себе. Ну и ничего еще. Нормально себя чувствует на миде против Лины. Тут не каждый интовик с большим рейнджом атаки нормально себя чувствовал. Марши поднимают, не дают отсюда убежать. У Фенрира колбы нет, она в КД. Ну и без этого справится. Хао забирает ФБ. До последнего ждал, чтобы провязать вейформ, потому что фраг нужен, по сути, ему. Ну и команда ВГ тут отыгрывает очень даже качественно. На самом деле, согласитесь, сложновато было бы некачественно отыграть, когда здесь СМ-ка есть, когда здесь есть Рубик. И с нормальным рейнджом атаки и вейформом Хао. Поэтому у Марша тут шансов на выживание вообще никаких не было. Странный вообще лайнинг от команды МВП. Отправили к Фене в легкую фармить, а Спиритбрекер с той себе огребает. В Маршу, кстати, и спуск дают игроки команды ВГ. По идее, они должны были его постоянно харасить. Ну и мне кажется, по уму его тут просто можно уничтожить. Ну, Фенрир в это время фармит крипов в лесу, старается не забирать фарм на линии. Хао, понятное дело, фармит линию. Фай просто, просто красавчик. Фейтболт будет от Фай или нет? Наверное, да. Будет, будет, не успевает убить его Марш. Charge of Darkness в тролля провязал. Думал, все так просто. Тут уже реакция просто как у Мангустового Фай. Так, Асларка в это время разбирают. В собственном лесу. Давайте смотреть. И о, загоняет здесь Айс, Айс, Айс. Пытается его поймать у Айса. Есть батареасаут и просто-напросто стирают Сларка. Ну, молочага. Кстати, он игрался, самое интересное. И ВД здесь в лесу тоже отъезжает. Но это мы уже с вами не увидели. 3-0 командович и гейминг ведет по счету. Самое интересное, что Сларк-то не уходил сразу. Он пытался, думал, еще подраться немножко, там, поддамажить соперника. Айс, Айс, Айс. Опять батареасаут за Квапой. Рокетфлэр второго левела. Первого левела Коги. И батареасаут тоже первого левела. Против Квапы достаточно логичная раскачка. Потому что Квапа тебе под батареасаут стоять не будет. Она просто развернется и уйдет. И марш побежал. Не успели его зацепить. И он так будет бегать всю игру. Надо шестой левел хоть где-то, хоть как-то насобирать. О, баунтируна. О, привет. Киос. Ботлом уже есть у него Пурменшилд. У Лины в составе командовичи Гейминг есть. Бутс оф спид есть. Ну, талисман. Нижний лайн к фене. Ботл есть. Мэджик уонт. Бутс оф спид. Мэнтл оф интеллидженс. Ну, и Клокверк. Пока что рингу фриген. Так. Собранные транквилы уже у него. И Мэджик Стик вместе со стаутшилдом. Ну, и марш, по-моему, там бедненький. Пурменшилд у спиритбрейкера. Все. Цветок портала. Пурменшилд. Даже до тапка еще не дошел спиритбрейкер. Ну, может, сейчас, наверное, нет. Хау на морфинге. Уже есть Аквила. Уже есть Болт оф Стрэндж. Ну, и заходит Финрир вместе с Фуайем. Так. Подступили марш. Ох, ему бежать бы уже. Все. Марш здесь и останется. Никуда он не денется. Возвращают его назад. Вейформат Хау. Ждем. Нет. Ну, сейчас будет, скорее всего. Еще один удар. Вейформат Хау. Все под таймингу. Квапа в это время забирает у нас ЦМку. И дальше за Рубиком. Рубик тоже в таверн. Двоих забрали игроки команды MVP. Хау просто делает ТП-аут. Ну, и нормально. Тут неплохо. Уже подрались для себя MVP. Разменяли несчастного спиритбрейкера. На двух нормальных саппортов. Счет становится 2-4. 611 по голде. 550 по экспе зарабатывает корейский коллектив. Они проигрывали 2000 по золоту. Теперь немножко графики подправят. И полторы по экспириенсу. Тоже более-менее должны с этим справиться. Как там Сларк поживает? 28 на 4 у Супера. 31 на 5. Так Сларк, извините, вообще в порядке. Я думал, тут просто гнобление будет постоянное Сларка. Ну, согласитесь, с таким рейнджом, с такими маленькими КД на спеллах Лина, по идее, должна Сларка просто унижать. Но тут Кио просто подготовленно подошел к данному противостоянию. У меня есть подозрение, что как бы Кио вообще в этой игре от FI, от Фенрира, от того же Супера в мокрого места не оставил. Марш прибежал и остановился. Какой-то агрессивный марш. Всегда, кстати, эта шмотка немножко удивляла. Почему у коровы горит голова черным чем-то? Он же корова, он не магический, никакой там. Ладно, у Лину там волосы горели, но так она сама по себе огненная. Посмотрите, у нее на аватарке тоже много чего горит там сзади. Хотя сейчас Кио до нее доберется, там реально горение начнется. Супер уже. Под чарджем Даркнесс, врывается Кио. Поднимают еще в полете Кио. Лину, конечно, растерло здесь. Соник Вейф от Квапы, дальше за FI'ем и побежал Кио. Через секунду будет Паунс, ну и FI приехал. Все, минус 2 от Кио. Вот такие вот дела. Спирит Брейкер сваливает здесь от Тавера. Но далеко Айс его не отпускает. Кио дальше может за Айсом идти, у Айса нет ТП. Айс не знает, то ли нейтралам отдаваться, то ли еще что-то делать. Кфейни должен прыгать за Айсом. Айс по Тавер. Видят его. Кио его не отпустит. А ну-ка, удачный, неудачный. Нормальный Паунс получился. Еще один килл от Кио. Это по сути трипл килл, но Киллингс перезаработал себе Сларк. 3-1-0, вот и понесло команду Вичи Гейм в неизвестном направлении. Фениксы просто отжигают молочаги. Мидлейн Сларк, который 3 кила делает за последнюю минуту, ну и приносит команде дофига денег. И себе, кстати, приносит нормально денег. После такого вот неудобного стояния на мидлейне, он уже имеет по крипстату превосходство на длиной, а по количеству фрагов, я думаю, не обсуждаем, да? 2-1 Лина и 3-1 Кьюо. Еще раз говорю, надо на то, что он мидлейн, на то, что вы поставили на мидлейн, когда он миличный герой, делать поправку. Сларк просто отстоял в пять раз лучше, чем это сделал Супер. Центральная линия, как по мне, выиграна команда МВП. Ну и сейчас будут появляться более-менее адекватные артефакты. Глобс оф Хейст есть. Наверное, будет Мидас по такой игре у УКио. Может быть, смело. Потому что пока ничего не приобретает. Марш уже заработал седьмой левел себе. Оставили его в покое. Где там Хао в этой времени? У Хао уже есть Персеверанс, есть у него Аквила. Ну и будет Линкен Сфера первым артефактом. Против кого? Против чего? Интересно. Ну, Спирит Брейкер раз. Есть, в принципе, отчего. Тот же Шадоу Страйк. Риджи Доктор с Казками. Есть, в принципе, да. Морфу. Где там разойтись. У Клокверка уже есть Чейн Мейл, есть Тропа Зе Мэджа. Осталось тысячу голды АССАСу до приобретения Блейд Мейла. А Кристалл Мейден от Фенрира. Транквил Буци. Ну и пока больше ничего. Супер. Приобретает себе Сейдж Маск, Нул Талисман и ПТ Боттл Мэджик Вонт. Думаю, Лина будет Юл собирать по классике. Шадоу Вейв забирает ФВА. Теперь все-все-все будут выходить. Мидас все-таки приобрел себе Сларк. Теперь золотишко для команды. Вичи Гейминг будет побыстрее расти. Две тысячи они, точнее Фениксов, конечно же, не Вичи Гейминг. Хау просто вместе с Линой стирают быстренько Спирит Брейкера. Вообще марш, конечно, тут якорно выглядит. 420 голды команда Вичи Гейминг зарабатывает. И по экспириенсу 500 тоже. Так, в это время к Фене. Закрыт в Когео Тайса и уходит. Через ульту Кене чуть было не отхватил. Тут на 200 хп еле-еле. Ой, на 200. Даже меньше где-то. На 80 хп Кене ушел. Кью Олоу хп у него уже есть после Мидаса Пауэр Трэкс. По идее с такими делами Кью быстро будет выфармливать свои артефакты. У него Мидас есть. У него нормально все по грипп стату. Да и по убийствам тоже проблем нет. Просто интересно, когда в инвиз он уходит. Куда девается? Все, исчезает. Да, тут вал вы, конечно, проработали. Но это было бы нелепо, если бы бегал Пэт героя, когда в инвиз все ушли. Да, Смок юзает, исчезает Пэт. Инвиз тоже, собственно, Пэт исчезает. Так, будут на морфа, скорее всего, врываться. Хотя увидел Сларк, что здесь есть от морфлинга репликейт. Проходя мимо, съел крипа чужого, из чужого леса. Ну и здесь два героя на мидлейне. Будут ли заходить под тавер? Имеют все варианты, кстати. Сларк через Шадоу Дэнс может. Ой, Фенрир подстрял. Ух, как неудобно Фенрир, конечно, вышел. Дезвард нац провязал. На случай, если кто-то еще будет приходить. Кстати, по-моему, очень даже зря. Разгон еще и на Фуай, и Кио будет врываться. У него есть Шадоу Дэнс, поэтому, по идее, быстренько сливают здесь Фуай. Минус два от команды MVP. Кио забирает четвертый фраг для себя. И по золоту они продолжают проигрывать. Но графики движутся в их пользу. В их сторону. К Фене уже есть Пауэр Трэд. Срок взаимодженалталис Манклопа. Скорее всего, будет Торкет собирать. Тоже, кстати, неплохая штукенция. Например, те же Рубики и те же ЦМки будут бедные просто. За Хао побежал Марш. Ловит Хао. Хао включил перекачку в силу. Ну и можно драться. Даже с таким можно драться. Хотя Хао по Маршу наваливает неплохо. Сколько у Хао дэмэджа? Ну прилично. У Хао дэмэджа Кио на него. Тут Репликейт. Будет сейчас Хао перелетать. Это было бы правильно. Незер Страйк по нему. Неужели Хао убьют? Хао вейформ и на Репликейт. Самое интересное, что он еще вейформ прорезал перед тем, как Репликейт включить. Чтоб перейти на него. Просто, чтобы продамажить чуваков. Но вот это я понимаю скилл. Это вроде как мелочи. И она несущественна. Но из этих мелочей вообще победа на Интернешналах складывается. Иммортал у Сларка. Что за Иммортал? Что он дает? Не вижу видоизмененной способности. А что у Сларка видоизменяется? Если я не ошибаюсь, может пассивка? Когда подъедает кого-нибудь. У него есть Шадоу Дэнс. Он по идее будет допиливать здесь Тавар. В итоге Хао забирает Тавар. И за Хао побежал Кио. И нарезает по нему. И уже Марш в него разогнался. Ну и пингуют игроки команды MVP. Странно, до сих пор еще не добежал Марш. Вот теперь он прибежал. Теперь будут ловить Хао. Отпустят ли его? Не отпускают его. Финни не пожалел Сониквейб. Финни закрывается в Коге вместе с Айсом. Выходит кое-как из Батриасаут. И Дезвард пошел от Витч Доктор. Натс лоу хпшный. Айс бежит за ним. Натс под Шалу Грейвом. По идее, Натс здесь должен умирать. Ну, ничего еще. Бежит Феби, отсюда улетает. Кио отсюда уходит. В итоге Хао разменяли на двух героев команды MVP. Плюс остались Витчи Гейминг. Но то, что убили Хао, это, знаете ли, дорогого стоит. 16 минут. Золото 2000. Команда Витчи Гейминг. Экспириенс 500 тоже в пользу ВГ. Кфини уже с двумя обливиан стаффом. Нормальная такая Керри Квапа. Там у нас в чате Флеймили на нее. Нормальная Керри Квапа. Все хорошо. 17 минут. И у нее будет готов Оркет. При наличии ПТ, Мэджик Вон, Боттл. По-моему, все в порядке по Нетворсу. Ну и четвертое место. Кфини отстает копейки просто от Морфлинга. И чуть-чуть совсем отстает от Супера. Кьюо пока топ Нетворс на карте. У него 4-1. В КДА Крипстат тоже хороший. И есть Даггер уже у Кьюо. Медас Даггер пока что просто все инвестирует в дальнейшие заработки. Даггер это чтобы нападать и убивать. А Медас, я думаю, вы знаете. Зачем и кому нужно. Шаттл Дэнс есть у Кьюо. Кьюо в итоге разбирают. Клокверк забирает Сларка. Сразу же, моментально. Как только в Шаттл Дэнс ушел Кьюо. Провязал хукшот и развалили. Будет ли Кфини дальше бежать? Попытаться догнать. Марш побежал. Марша ловят. Лайт страйк керри. Лагуна Блейд. Марш на этот страйк перед смертью дает. Котя в Квапу. А нет, забрали. Забрали Рубика. Попа здесь полетал немножко в ветерках. Кфини ловят. И Кфини из колбы может и не выйти. Кфини сваливает отсюда. У него есть Соник Вейв. Можно и подраться. Фенерира может разобрать на самом деле. У него есть уже Орки. Квапа упрыгивает. Хотя задувка прошла все-таки. Фенерира в Соло Квапа, конечно, разбирает. У него фулл мана. Она и Лину разбирает в Соло. Попа прыгает дальше. Кфини никуда отсюда не собирается. Все, все. По кустикам, по кустикам. На случай, если Марш, например, прибежит, и можно будет подраться. Фенерира встречается с Кио. Бедный Фенерир. Как же тебе сейчас будет больно? Хотя Фенерира отсюда еще улетает. Тут подфартило. И появляется Линкин Сфера на Морфлинге. Хаос Линкой. Ну и ждем теперь артефактов на более-менее нормальный дэмэдж. В принципе, Этериал Блейк тут почему бы нет? Например, Вич Доктор сразу. И с Квапой можно разговаривать. Ну, нормально. Хотя, опять же, Квапу, например, нет. А вот Спирит Брейкера в Этериал отправить и расковырять лицо ему. Нормальная тема, абсолютно. Слушайте, это видоизмененный, что ли, даггер у Сларка? По-моему. А у него в руках вообще не даггер? Нет. Барба в Скаре. О, найс, айс, 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 айс. Блейк Мэйл включил. Сейчас смотрим на Натса. Натс ничего еще так. Не сильно проседает. Натса ловят Натс в таверну. В таверну отправляется и Натс. Поднимает ветра Квапу. И рассказ под нее не удался. ЦМ как стояла, так и премерзла. Марш лоу-хпшный. Киона фулл-хп. Но Кион не дерется. Съешь хрипа. Съел хрипа, пошел дальше. На Хау можно и напасть. Ну и Сларк просто делает даггераут. 11-13. Все это в пользу команды MVP. 800 голды. Они заработали 2000 экспириенса против 1800 от команды Вичи Гейма. Хау ловят. Шаттлстрайк по нему. Сайвенс на него. Хау не может перекачаться. Хотя сейчас вроде как все будет нормально. Ну и Морфинг живет. Теперь по Фэбе Навальный. Фэбе лоу-хпшный. Хау не знает куда вообще деться. Где Кио? Киона лоу-хп. И отхиливается Кио. И спрятался вниз. И ХП у него теперь предостаточно. На Лину выбегает Кио. И сразу даггераут назад. У него через 2 секунды только будет Шадоу Дэнса. А так Бэк, наверное, врывался даже не думая. 4000 ВГ по золоту и по экспириенсу 3000. Но здесь на классе, конечно, команда ВГ выигрывает. Это безусловно. Хотя файтится MVP, знаете ли, так агрессивно и зло. И смотрится это достаточно приятно. Матча поднимают. Супер, по идее, должен здесь его забирать. Лагуна Блэйд в спину. Ну и с руки достреляли. Хотя за один раз каст Супер не разбивает голову Спиритбрейкера. Даже очень странно. Тут хилпа от Фенрира уже. Надо было доконтролить его. Ну и в колбу отправили. Дальше уже, конечно, из пулемета Лина настреляла. 2600 у Лины после приобретения поинт-бустера. И копейки остаются до приобретения Аганима. Супер может здесь повыключать многих на самом деле файтах. С минус 1 это стабильно. В любой драке, если у Супера появится Аганима. А он не если, а он появится. 250 золота остается Суперу. Конечно, Аганим будет достаточно скоро. Форс Став кому-то едет. Айс у Айс уже с Блэйдмейлом. Есть у него Форс Став, есть Транквилы. Как там Морф поживает? 2300 у Хао. У него 167 Крипстат. Первое место на карте. И первый Нетворс на карте у Хао. У него есть Линка, есть Эквилла. Пауэр Трэдс, Мэджик Вонт. И 2,5 куска на руках. Так, врыв пошел у нас от Айс Айс Айса. Прямо в Клокер, как вопа, просто идеально играет. Финни моментально дает Сайленс на Айс Айс Айса. Задуха в него. И бедный Айс 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 рассыпается. Уже минус 2 от команды MVP. Марш дальше на Хао. Кио на хайграунде. Его нет Шадоу Дэнса. Но Хао отсюда просто не отпускают. Его забили в угол. И в углу втроем или в четвером вымесили из него все это, что он собирал. Всю линку из него выбили. 15-14 становится счет. И давайте смотреть Fight Recap. 2400 по золоту, 4200 по экспириенсу. Еще и Роха падает для команды MVP Феникс. Супер не подходило. Супер, кстати, собрал себе Soul Booster. Будет покупать себе Blood Stone вместо Аганима. Не нравился ему Аганим. Странно очень. Такое ощущение, что Супер собирается жить вечно. В этом файте. Марш опять побежал. На этот раз на топ лейн. Ну, перемещается фармить. Кто быстрее, чем Марш, туда доберется. Никого, в принципе. Акрилокейт, Марфа. Где ты, где ты? Репликейт, точнее, вот он, да или нет? По-моему, нет. По-моему, это иллюзия. Вот он, Репликейт, Марфа на мидлейне. За Маршем вышли. Фай ловит Марш. У Марша есть Charger Darkness. Получится ли убежать? Ну, не получается. Никуда. Супер пришел. У него есть ИО. И Марша здесь разобрали. Чего ты сюда приперся? Непонятно. В соло прибежал на топ лейн. Без вариантов вообще какого-то подсейва. Лететь никому некуда. Здесь Кьюо. Там или кто-нибудь. Если бы пришел бы, то это надо с Т2 было бежать. Фик, его знает. Марш тут. Немножко нарахитил. 600 голды. Подарил 1300 экспириенса. И Квапа приобретает себе БКБ. Как поживает Сларк? Сларка уже есть один Ultimate Orb. Второй лежит в Курьере. Орпу в вином есть. Кьюо остается копейки до Скадия. Кьюо по фарму на первом месте. На втором к Фене. И на третьем Морфлинг. Говорили, что Квапа керри не очень. Квапа в итоге у нас второе место занимает. Отдав первую позицию своему мидлейнеру. А это Сларк. И деньги в руках Сларка. Это получше, чем деньги в руках любого интеллектуала. Талисманов Вэйджин Фэби приобретает. Где-то Солар Крестом запахло. Да, удалось лам. Сейчас уже будет Солар Крест. Вич Доктор. До Аганима. Долговато еще. Ну, 2000 надо приобрести. Спирит Брейкер. 900 голды до Блэкин Бара. Найсайсайс. Врывается марш. А сейчас, по сути, будет отсюда уходить. Ну, простенько так. Коги ТПау. Нормально. А что податься с коровой? Тем более, когда еще и Натс на подсейве. Там без вариантов. Ну, и в это время ВГ подпушили топ-линию. ФВ все еще в кустах. У Рубика есть Даггер. Ничего не крадет Рубик. Может, есть смысл стырить. Хотя у него есть... Что это такое? Как это получилось? Что? Как он пассивку украл? Это же шутка, что ли? Или она прокликиваемая? А, тюх. Все, я перепутал. Блин, я с Пашей. Подождите, это Аллаш. Что за? Нет, все, она прожимается. Да, это я спиритбрейкера просто уже тысячу лет. Не брал, не смотрел за ним. Так, тысячу голды МВП выигрывает твое золото. И по экспириенции две с половиной. И Айс, Айс, Айс. Начинает огребать собственных когов под лейдмейлом. Кио плевать вообще. Кио... Кио в шадоудэнсе. Ему пофиг было на все это. У него есть скадик. Кио прыгает дальше. Начинает наваливать кое-файу. И Дезвар тут очень неплохой от наца. Но быстро сбивает достаточно. Кио, а ягу теряет. Ульта пошла от Фенрира. Все, ульта закончилась. Минус три сделала команда ВГ. И одного потеряли. Кио на гору запрыгивает. И должен отсюда уходить. Айс, 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 без хукшота. Еще 30 секунд. Кио не разворачивается. Все. Ушел отсюда Сларк и убегает отсюда к Фенри. Сларку нельзя подставляться. Это одна из наиболее глав... Одна из наиболее главных. Конечно, одна из наиболее сильных сторон команды MVP. Если Сларк будет умирать, то на остальных надежды немного. Квапа, конечно, хороша сама собой. Но того, кто будет бить руками, практически не остается. А Квапа, посмотрите, что приобретает. Хипперстоун покупает Квин оф Пейн. И Фенни будет собирать, как я понимаю, Керасу для всей тима. Не Сларк ее будет собирать, а ее будет собирать Квапа. Это уже круто. Квапа с Хипперстоуном. Часто ли вы такое видели? Вот это необычной дотой можно, кстати, выиграть около миллиона долларов на самом деле. Нестандартный подход к решению ситуации. И, блин, ну такие коллективы становятся гораздо симпатичнее. Для зрителя, для комментаторов, для аналитиков. Потому что умеют удивлять. Митрил Хаммер есть у Спирит Брейкера, у Групп Лаб есть, но мы видели это уже. Осталось всего ничего тут до Блэкинг Бара собрать. Как в это время Морф там поживает? У Морфа есть Альтимейт Орб. 3000 на руках у Морфинга. Скорее всего, Скади или Монто Стайл. Сейчас узнаем. Может, и Монто Стайл все-таки. Так, нашел за место на центральной линии. Супера ловят. Супер в Климер Кейпе. Пенни по самому центру. Кио закрывают в когах. Бедный Кио. Как же ему больно. Кио старается отсюда уйти. Не допрыгивает до ХГ. Кио в итоге у нас погибает. Лагуна Блейд от Супера. Супер лоу хпшный Денайдса. Размен пока что 2 в 1 в пользу команды MVP Phoenix. Но потеряли с Ларкой. Это самая неприятная вещь, которая могла бы с ними в файте случиться. Фенни еще и Блинк подарил FY. И отваливается Квапа. Два топ героя по Нетворцу. У команды MVP Phoenix сливаются. Морфлинг выходит на первую позицию. У Морфа сейчас будет уже готова Линкен Сфера. Ой, Линкен Сфера. Какая Линкен Сфера? Айов Скарри. Конечно же, Линкен Сфера у него есть. Морф вообще по обыкновению во все синее собирается. Если бы ПТ глаза тут не мозолило, то это прям классика классик. В это время разваливают Спирит Брейкера на топ-линии. FY супер. Супер Аганим будет появляться, но чуть-чуть попозже. Пойнт Бустер есть уже у Лины. Юл, Пойнт Бустер, Геосептер от Сларка. Ну, тут подготовились вичи-гейме к своим оппонентам. И конкретно к их пику. Тридцать минут сыграно. Даззл Солар Крея стурнув Шадоу Сларк. Приобретает себе Джевелин. Скорее всего, на Башер. Планирует Кюо выйти. Вряд ли какие-то МКБ мы здесь с вами увидим пока что у Квапы. 1100 после Хипперстоуна. Такий раз еще собирать вич. Доктор 900 голды до приобретения Аганима. Рубик. Даггер есть. Пойнт Бустер есть. Тоже в Аганим собрался у нас парень, скорее всего. Лина. 500 голды до Аганима. Клокверк 350 после Форстапфа. Морфлинг у нас огребает по щам. Ну и на репликейт на последний ХП прыгает Морф. Повезло так повезло. Хао. Ну и он, конечно же, скажет, что это скилл. Ну там такой скилл, что... Я думаю, Хао немножко запереживал слегка. ЦМ как для Меркейт есть и есть там Гео Буцейк. Закрывают в Коге Сларка. Сларка очень быстро разбирает. Сейчас Феби тоже отправится в таверну. Гео и компания начали творить полнейшую ерундисти. В данном случае пошли отдаваться. Так хорошо себя чувствовали. Где-то в какой-то момент преимущество все отыграли. А теперь просто идут и по одному начинают сливаться. Тем более Сларк сливается. Кому вообще нельзя сливаться, так это ему. И он сколько раз уже умер за последнее время. 4-4 счет у Сларка. Шел 4-1. Нормальный вообще. Ну и Мидлейн уже у команды МВП падает и на самом деле под делом. Ты начинаешь тупить против Грандов, вообще мировой ДОТ. И какие варианты у тебя есть, чтобы выиграть? Хочешь тупить, тупи, пожалуйста. Просто покидай Интернешнл. Это, конечно, тенденция не только касается команды МВП Феникс. Это касается любого коллектива, который несерьезно относится к тому, чем он занимается. Конкретно Киона. Мидлейн не должен был здесь пастись в соло, фармить крипов за рекой, когда его команда играет против коллектива Вичи Гейм. Лучше финалистов вообще. Кио прыгнул дальше за Айса. Нарезает по нему и Айс отсюда не уходит. Айса разбирает марш. Дальше Кио за Фенриером. Лагуна Блейд ловит у нас Сларк. Ну и развалили Кристалмейд. Кио прыгает за Фи. Матч лохэпэшный. Фи в таверну. Кио успевает ли Паун сделать? Поднимает его в ветра. И очень на руку ему, кстати, эти ветра. Но по таймингу все делает правильно. Супер Квенни на Супера. Супер уходит у нас в Гео Септер. Хау лохэпэшный. Хау за Натсом. Ну и Супер разваливает Квапу. Натс тоже, скорее всего, отправляется в таверну. Ну и трипл килл от Хау. Все, доиграли с МВП Феникс. Нашли против кого тут повыпендриваться. И улетает Квин оф Пейн. Единственная в этом файте, кто вышел. Хау в итоге зарабатывает громаднейшие деньги. У Морфлинга уже. Имеет Сиггл Сонг. После Скади будет собран, скорее всего, это Риал Блейд, я думаю. А может сразу Бабочка. Для Морфа тоже как вариант. Хотя это Риал Штука достаточно действенная. И выключать какого-нибудь Сларка, например, будет более чем полезно. Хау уже в дофигах ЭП. Много дэмэджа, более двухсот. Нормальные вейв формы, естественно, и Адаптив Страйк заходит достаточно жесткий. Складывает Аквилл Хао. И... Не знаю, почему не купить бы здесь, в данном случае, ЭТАРИАЛ Блейд. Например, тот же Спирит Брейкер. Физуха и бьет вот все абсолютно. Хау 2900 на руках. Сейчас можно либо ЭТАРИАЛ купить, либо уже приобрести себе Баттерфляй. Все, будет Баттерфляй покупать себе Хау. Но... Квартерстаф есть, и в Курьере Талисман должен лететь. Так и есть. Хау уже с бабочкой. Ну и по фарму он на первых позициях 18500. С китайцами играть после 36-й минуты. Да это шутка, что ли, какая-то? Фай! Тут вроде как подставляется, и Кио закрывает коги Айсайса. Кио опять один пошел посмотреть, чем пахнет Рошан. И если его развалят, правильно сделают. Так и делает команда ВИЧ Гейминг. Кио хочет фидить. Ведь у него это прекрасно получается. А команда ВГ все делает, чтобы предоставить ему эту возможность. 27-21. Тут абсолютно честная игра, я считаю. И команда МИП начинает творить абсолютную ерунду. За что и платят. Платят, друзья, я вам хочу сказать, очень дорого. Они уже в какой-то момент могли перевернуть. Они поставили Сларка на мид. Сларк отстоял против Лины. Это, знаете ли, очень серьезный муф и дорогого стоит. Сларк, по идее, сделал там где-то что-то на грани невозможного. А тут на тебе. Просто идут и по КД отдают Сларка в соло. В соло. Команда МВП Феникс пушит Т2. В это время снесли центральную линию МВГ и пошли на топ. И топ линию тоже уносит. И Сларк у нас без байбека. Блин, неужели нельзя было Империи на ошибках команды МВП Феникс построить свою игру? Так, как это сделали ВИЧ Гейминг. Конечно, Империи не ВИЧ Гейминг, это понятно, но МВП Феникс тоже можно было вынудить их на ошибки. И они, вижу, что горячие, нестабильные. Блин, это уже, конечно, такое. После драки кулаками не машут. ВИЧ Гейминг 8К по золоту и по экспириансу 9 для них. Ну и тут Класс, конечно, переигрывает. Команда МВП Феникс. Есть такое выражение, дисциплина бьет Класс. Так вот здесь Класс выигрывает, потому что никакой дисциплины от команды МВП не видно. Разброты шатания по всей карте. У Кфени есть ассалт Керас, 2400 на руках. У Рубика в это время появляется Аганим. И вообще по саппортам команда ВИЧ Гейминг, посмотрите, насколько лучше саппортов коллектива МВП Феникс. 5-4 здесь у Наца, 5-700 у Феби. Дальше 7-600 Финрир и FY 9500. FY, конечно, смотреть приятно. FY потрясающий игрок, я считаю. И среди саппортов вообще на этом турнире один из лучших. Каждый матч ВИЧ Гейминг просто дико удивляет. И на Рубике Фуа играет так, как, наверное, Кура никогда не играл на Рубике. Правда, очень крутой. И все получается, все правильно, все по делу. 14 ассистов, 4 убийства, 6 смертей. Кеда тоже достаточно хороший. Ну, крутой тип, ничего не скажешь. 12-14. ВГ выигрывает по золоту и 11 по экспириенсу. Ну и последняя линия сейчас будет падать. А Сларка как не было, так и нет. Сларк у нас выформил центральную линию. Заработал себе башер, а в скаде ранний достаточных хендов. Медас, даггер вообще не то, что ранний, а ранюшний. И где это все? Да там все вместе со Сларком в таве. Есть уже демонейшн. Хао, на случай, если будут какие-то ворота, я так понимаю, МКБ тарит Хао. Но Солар Крест есть у Фэби, поэтому промахи бывают. Марш решил ворваться. Супер. Сразу длинный кейп уходит. Квенни лоу хпшный. Лагуна Блейд в него запилили. Анстапа был от него. И, по идее, Хао должен просто сносить Бараки. Смысл здесь драться. Да он за Фэби два удара и убивает Фэби. Папа байбэк. Куда уходит Морф. Морф уже гадлайк, уже разваливает Вичдок. Фенни поорать немножко на Хао. Хао просто стоит и пилит тава. И пилит Бараки. У него с руки 350, и ему плевать на всех абсолютно. Вести Аэго. И он играет на Морфлинге, а не на Сларке, который слил эту игру к хренам собачьим. Ну что, первый матч заканчивается. 40 минут хватило команде Вичи Гейминг, чтобы на классе переиграть своих оппонентов. С чем их, собственно, поздравляем. Хотел сказать с удовольствием. С другой стороны, какая нафиг вообще удовольствие. Корейцы против китайцев. Так, в любом случае Вичи Гейминг побеждают. Это первая катка данного противостояния. Ну и первый матч сегодняшнего игрового дня. Если дальше у нас хоть какое-то удивление по пикам будет, то будет просто прекрасно. Субтитры создавал DimaTorzok